Всем привет, с вами Тед, и сегодня мы рассмотрим базовый микроконтроль, единственный микроконтроль, который вам нужен, чтобы выйти в мастер-лигу. Есть очень много классных трюков с микроконтролем. К примеру, вы можете уворачиваться от атак соперника, чтобы по вам не проходил урон, и так побеждать сражение. Вы можете это же делать с использованием, к примеру, призмы. Вы можете сплитить, делать всё, что угодно, но это не так важно для победы. Поэтому сейчас топ-3 микроприёма для победы. Начнём с первого. К примеру, у вас одинаковая армия с соперником. У вас идёт сражение стенка на стенку, и кто-то из вас выиграет, кто-то проиграет. Как вы видите, вот мы проиграли. Давайте подерёмся ещё раз. Атакуем. Давайте сделаем третий раз, для наглядности. Как вы видите, три раза победили синие. При этом армии действительно равны. Пусть равны апгрейды. У обоих армии есть щиты. В чём же дело? Дело в небольшом, так сказать, рандоме того, как начинается сражение. И так работает любое массовое сражение. Что сделать для победы? Достаточно сделать вот такой микротрюк. Посмотрите, как пройдёт сражение теперь. Теперь мы одержали победу. Что мы сделали для победы? Мы всего лишь напали широким фронтом. Посмотрите, как вогнулся фронт соперника. И как выгнулся вокруг него наш. Даже здесь, где мы потеряли ДПС, мы всё равно побеждаем. И мы будем побеждать абсолютно всегда. То есть, если вот такое сражение стенка на стенку может получиться действительно случайным, где, как вы видите, можем выиграть и мы, и соперник. То есть, в этот раз выиграли мы. В прошлый раз соперник выиграл три раза подряд. То, напав широким фронтом, вы победите всегда. Как напасть широким фронтом? Конечно, в идеале это брать и вот так вот расставлять отдельно каждого юнита. Но соперник же двигается, игра достаточно быстрая. Поэтому это делается достаточно легко. Видим нашего соперника. И всё, что нам нужно сделать, это нажать «Двигаться» и отодвинуть другую часть армии. Смотрим ещё раз, чуть-чуть медленней. Нажимаем «Движение». Пока армия идёт, выбираем часть и нажимаем «Движение» в другую сторону. Юниты сами пытаются выстроиться ровной линией. Но если они заранее распределены неравномерно, то есть вот такими группами, они выстроятся не линией, а как раз-таки широким фронтом. Широкий фронт всегда победит не широкий фронт. И вы всегда будете одерживать победу в обычном лобовом сражении. Это действительно даже единственный микро-трюк, который вам нужен для побед. Особенно если вы играете в массивные сражения, где у вас большие армии. Но как одерживать победу в небольших сражениях? Возьмём вот такую вот баталию. Два сталкера против пяти мариков. Выиграют марики. Но как сделать так, чтобы выиграли сталкеры? Всё очень просто. Нужно использовать кайт. Классический мув, который используется во всех RPG, когда вы играете за лучников, там и за прочих штук. Вам нужно атаковать и двигаться в обратную от соперника сторону. Делается достаточно легко. Мы нажимаем А-клик. И как только у нас вылетает снаряд, наш патрон, выстрел, мы нажимаем мув назад. Пока мы идём, нажимаем А-клик ещё раз. Как часто это делать? Нужно знать скорость атаки юнитов. У сталкера эта скорость является 1.34. Соответственно, каждую секунду, точка 300, 0.30 секунды, 1.3 секунды, то есть каждые, мы должны делать атаку, чтобы не терять ДПС, именно урон в секунду. У морпеха скорость атаки 0.61. Таким образом, что у нас получается? Если мы стоим и сражаемся с морпехами стоя на одном месте, морпехи каждую секунду наносят 2 атаки. Мы же одну. Точнее, каждые 1.3 секунды. А если мы будем двигаться, то каждый... Кстати, только в том случае, если у нас скорость передвижения выше. А у нас скорость передвижения как раз-таки 4.13, а у морпеха 3.15 без стимпака. То есть без стимпака они нас не догонят. Поэтому, естественно, мы не можем кайтить от зерлингов обычно, но, тем не менее, чуть-чуть всегда можно. Вот. И смотрите, получается, как это, получается, работает. Морпехи будут пытаться нанести урон. Мы с сталкерами подходим-отходим. Таким образом, морпехи наносят урон так же часто, как и сталкеры. Как вы видите, особо у них не получается. И мы доходим до тупика. Но в этом тупике мы встречаем уже 1 сталкер против 2 морпехов. И, естественно, мы побеждаем в этом сражении. То есть именно не забывайте ходить и атаковать вот так вот юнитами. Также после следующего примера еще будут примеры того, как это в играх используется. Следующий пример. Это последнее, что вам нужно. Последнее, потому что это меньше всего будет заметно, так сказать, по эффективности. И реже применяется. И не так важно, как прошлых два примера. Но тоже важно. Последнее, что вам нужно, это фокус фаер. Посмотрите вот этот бой, к примеру. У нас идет сражение. Начинается войнушка, перестрелка. И опять же, победит кто-то случайный. В этот раз, по-моему, судя по количеству юнитов, синие нет. Все-таки красные одолеют. Но нам важно понять, с каким преимуществом одолеют красные. Смотрите. Оставился один сталкер у красных. И так будет каждый раз плюс-минус. Что мы можем сделать? Посмотрите. Сейчас мы делаем точно такой же бой, но в этом бою одержат победу красные. И красные одержат намного более убедительную победу, чем в прошлый раз. В прошлый раз у нас остался один сталкер, в этот раз три. Что произошло, что мы поменяли? Мы изменили наш тип сражения. Мы используем Focus Fire. Focus Fire это то, что мы просто выбираем нужную цель. Я сделал Focus Fire заранее, прожав через Shift-A-клик по каждому сталкеру. Естественно, это можно делать во время боя. То есть у нас начинается бой. Мы нажимаем на одного сталкера, потом на второго сталкера, потом на третьего, на четвертого, на пятого, на шестого и так далее. И мы так будем одерживать победу постоянно. Когда Focus Fire неэффективен? Когда число наших юнитов превосходит количество жизней у одного. К примеру, 10 сталкеров уничтожат одного сталкера ровно за выстрел. 9 сталкеров оставят одну жизнь. Соответственно, если вы сейчас с девятью сталкерами нажмете Focus Fire, вы потеряете урон восьми сталкеров. То есть точно так же это работает и в таком, к примеру, примере, когда у нас стоит полный сталкер. Мы знаем, что нужно 10, чтобы его уничтожить. А мы используем, к примеру, все 15. То есть 5 сталкеров впустую выстреливают свой выстрел. И это важно понимать. И поэтому это именно последний пример, который я вот хотел упомянуть. То есть, что если мы, допустим, имеем битву, где у нас там 15 сталкеров против какой-то армии Терана, и мы используем всю свою армию, чтобы начать стрелять по танку, то мы можем вот эту битву как раз-таки проиграть. По одной простой причине, потому что танк у нас выдерживает сколько сталкеров? Правильный ответ 12. То есть 12 сталкеров полностью уничтожают танк за один выстрел. Стоит на 3 сталкера у нас выстреливают в никуда. То есть такую битву лучше принимать, естественно, кайтом. Потому что у нас ДПСа меньше. Если мы начнем именно с кайта, и вот когда у нас 12 сталкеров осталось, мы профокусим танк, такую битву мы уже имеем возможность победить. Такие у нас вот истории. Итак, где это применяется в играх? Ну, классика, опять же, ПВП. Длин колыном мы прыгаем и начинаем фокусить сталкеров с соперника. Таким образом, мы имеем несколько выстрелов, когда мы будем полностью уничтожать сталкеров. И потом нам уже придется просто нажимать оклик. Как вы видите, здесь я уже не фокушу сталкеров. И тут я опять начинаю, потому что у меня хватает ДПСа на 2 выстрела. То есть, когда у нас очень много ТПСа, не стоит пропустить. Вот. Вот здесь используется фокус фаер. Кайт используется, как я и показывал, именно для того, чтобы обычно, к примеру, если у соперника выше атак спид у армии, то мы используем кайт, чтобы отбегать от них. То есть, марики стреляют быстро, мы с мариками сражаемся так. Можно комбинировать. То есть, комбинировать, это вот, к примеру, опять же, марики против сталкеров. Это будет фокус фаер. То есть, мы стреляем по марику. Отходим. Если марики без щитов, то есть, в данный момент у нас марики со щитами. В начале игры они без щитов. И мы вот так вот нажимаем на одного. Четыре сталкера, выстрелили, он пропал. Выстрелили, пропал. И вот так вот это делается. Вот. Ну и самый главный, опять же, пример. Мой любимый. Это что-то типа, например, 15 люркеров. То есть, опять же, мы нападаем вплотную. Этот бой мы должны проиграть. Как вы видите, да, мы проигрываем. Все, как было по плану. Все, берем, нападаем с двух сторон. Как я говорил, взялки чуть-чуть вперед. Взялки чуть-чуть вперед. Нападаем. И в этот раз, вот просто напав широким фронтом, даже на люркеров, которые, в принципе, закопаны, очень катастрофически по-другому замес идет. Вот, посмотрите. То есть, в прошлый раз у нас все погибло, а в этот раз у нас все технологические юниты остались живы. Там один архонт только погиб. То есть, вот такая разница при нападении широким фронтом. И это работает в любом массивном сражении. То есть, неважно, какая у вас сарация, неважно, какой у вас матчап, неважно, какие составы, вам всегда нужно нападать широким фронтом. Вот таким. Именно вот эти вот три маневра вам помогут выйти в мастер, грандмастер, то есть, куда угодно. Это три самых важных микро маневра.